Всем привет, друзья! С вами Квант, продолжаем играть в Атом РПГ и сегодня мы отправимся выяснять, что же там случилось с этими тремя братьями, которых отправили на хутор Девчий Ручей. Но перед этим давайте прогуляемся по заброшенному заводу, мы здесь потому что еще толком не гуляли, не осматривались, и посмотрим, может быть что-то интересное для себя сумеем найти. Я сразу зажимаю Alt, чтобы понять, что здесь можно найти интересного. Вот, кстати, вот это интересное здание, но почему-то дверка закрыта. Хорошо, двигаемся дальше. Костерчик есть, это прикольно. Есть какой-то вход, такое ощущение, что закрытый вход в шахту. Ну ладно, не зря же, наверное, и нарисовали, не знаю, может быть в будущем откроется, но хотя вряд ли. Ладно, двигаемся дальше. Сначала обижим просто эту базу вокруг и потом зайдем немножко порыскаем внутрь, опа, на ящики, вернее мусорные баки. Нам все равно, опа, на кукурузу, будильник. А что будильник дает? Заданный момент времени, подающий звуковой сигнал, этот будильник заводской работает на первый взгляд исправно. В смысле, может быть динамит можно будет изготавливать из него? Было бы круто. Хорошо. Так, кирпичик. Ну пока берем, пока берем. Я надеюсь, здесь есть какой-то торгаш, вот здесь еще один вход и... Да ладно, еще одна девушка. Ничего себе, я думала, тут одна такая. Окажется, нет. Ну давайте чисто с девушкой пообщаемся, что она нам скажет. Вы видите худенькую мальчишку с большими голубыми глазами, который внимательно следит за вами из-под красного платка, повязанного на его лице. Его взгляд наполнен какой-то внутренней печалью. Почему мальчишка, вроде девушка? Привет, можно задать тебе несколько вопросов? Здравствуй, что ты хотела? Голос мальчишки высокий, но он старательно пытается говорить пониже. Звучит это забавно. Ты кто? Не похож на местную братью. Яду. Меня зовут Дима. Я бандит, как все. Да что ты, бандит? Сладости у ребятишек отбирал или на колхозных заборах матерщину писал? Ну не будем мы смеяться над ней или над ним. Ну ладно, давай еще вопросик. А не мелковат ли ты с бандитами ешк-якшатся? Не мелковат. Пулю могу любому в голову пустить. Хорошо. Глаза мальчишки начинают бегать из стороны в сторону, а голос срываться. Погоди, ты что-то скрываешь? Расскажи, что не так. Ну вообще не точно, я думаю, ее раскусит. Провал? Мальчишка бросает быстрый взгляд на усатого охранника рядом и складывает руки на груди. Ничего я не скрываю. Если ты не веришь, то... Ну не верь тогда, твое право. Хорошо. Ладно. Давай тогда еще вопросик. Что это за место и чем ты здесь занимаешься? Это старый завод штаб-квартира генерала Дэна в этих землях. Я слежу за порядком. А если тебе что-то не нравится, ну тогда придется терпеть. Вот. Вон оно как. Хорошо. Про слухи будем спрашивать? А. Не в курсе, какие планы у заводских. Ну, заручиться поддержкой всех местных жителей и начать восстанавливать мир в этом краю. Очень хороший план, как по мне. Хорошо. Ладно. Пока. Ну, это же девушка. Нет, разве? Это же девушка. Ну, кто... Какой мальчишка будет с открытым пузом стоять? Животиком. Ладно. Погнали. Пускай будет мальчишка тогда. Пока. Временно. Ну, у нас просто, видимо, не хватило по общению. Надо будет прокачиваться в этом направлении. Мне, кстати, да, подсказывали, что первый упор на... Опа-на, ящик спит. Этот отвернулся. Давайте попробуем. Я на этом месте сохранюсь и в пяточка. И попробую. Опа-на, патрончики. Попробуем взять. Нормально. Вроде никто не спалил. Так. Еще один ящик. Этого трогать пока не будем. Патрончики, таблеточки. Мне сказали копить таблетки и просто так не тратить. Опа-на, еще ящик. Краната. Ф-1. Фугасная, да? Метательная. Нужно 65, чтобы его использовать, наверное, да? Хорошо. Берем. Ребятки, мы затарились патрончиками, оружием, таблетками. С этим еще бы поговорить. Кстати, вот этот заключенный, на котором мы вчера выполняли свое первое задание, он, насколько я понимаю, механик в отрадном. И было бы неплохо его освободить. То есть, опа-на, складское помещение, я так понимаю. Да. А, тут открыто. Давайте сначала все залутаем, ребятки, все, что можно. И также мне сказали, что в отрадном нужно ящики обыскивать. Патрончики. Берем, берем, берем все. Я надеюсь, что я здесь сумею найти продавца, если получится. Если нет. Так, гвозди. Берем. У нас что по весу? Пока все хорошо. За счет рюкзака, которого мы вчера сами сделали, у нас вес на 6 кг увеличился. Порох берем. Нас никто не спалил, слава богу. Солонина. Сложно назвать выдержанное в соли мясо особо гурманским продуктом, но хранится оно гораздо дольше обычного. Берем, конечно же. Конечно, берем. Это нам пригодится. Хавчик нам тоже пригодится. Так, что здесь еще интересного есть? Тут спят. Я помню, тут кто-то кряхтел. По-моему, вот этот мужик. Сейчас мы сюда доберемся, пообщаемся. Но тут просто мужики спят. Ничего залутывать нельзя. Храпит кто-то. Давайте туда направимся. Пообщаемся по бырику. Ребятки, я с этим мужиком уже общался. Вы сейчас посмотрите только на него. На кого он похож? Это же актер наш, российский. Только я не помню имя, к сожалению. Перед вами стоит седой старик с длинной и растрепанной бородой. Вы замечаете, что невеселый взгляд мужчины прикован к лежащему на постели раненому. Старик то и дело вздыхает, разглядывая грязные бинты на теле товарища. Доброго. Надеюсь, я не помешала. Вижу, вы не в духе. Давайте так скажем. Старик смотрит на вас печалью в глазах. Да не помешала, не боись. Все свои, как говорится. Леньку давнего кореша моего надели одном. Продырявили, суки, шакалы. Теперь вот за ними поглядывая. Да он, как температура спала, не буйный больше. Так что может и побазарить. Ты ведь хотела что-то или просто так подошла? А кто твоего приятеля так порезал? Да уроды какие-то, отморозки всякие. Бродят по округе, не дают порядок навести. Одно хорошо, что мы их всех на тот свет отправили. Козлят. А так сама его можешь обо всем расспросить. Ты вроде такая прямолинейная деваха, а все равно приятные впечатления производишь. Ясно, как жизнь идет. О жизни мы с тобой уже потолковали, мне кажется. Хорошо, расскажи об этом месте. Завод, наверное, не лучший из мест, где жилье строить, но сойдет. Ютимся потихоньку. Все лучше, чем на улице. Чем занимаешься? В мои годы поливая работа уже как-то не очень идет. Так что в основном советами и в хозяйстве помогаю. Но иногда могу и в настоящем деле поучаствовать. Тут каждая пара рук важна. Есть такое. Расскажи какие-нибудь слухи. Я за свою жизнь много беспредельщиков повидал. Даже сам в их рядах числился. Много народа из-за меня в верхнюю тундру отправилось. Но эти три брата, которые к нам прибиться недавно решили, они даже у меня неоднозначную реакцию вызвали. Как говорится, совсем дикарята какие-то. Даже малой. А Дэн все равно их на пробные задания отправил. Правда, они еще с него не вернулись. Так что может удастся нашей бригаде от такого незавидного пополненья избавиться. Ну, будем надеяться. Хорошо. Пока. То есть с этим можно пообщаться, насколько я поняла. На койке перед вами лежит крепкий мужчина средних лет. Его бьет мелкая дрожь, тяжело дыша, он смотрит сквозь вас в пустоту. Широкая грудь мужчины неумело перетянута застерянными желтыми бинтами. Харипельцы так, подруга. Во мне и без того дырок полно, а ты еще одну прожжешь сейчас. Я просто хотел поговорить. Ранний бандит с трудом приподнимается на локте и переводит взгляд на вас. Ну и о чем ты хотела поговорить? Ты кто такой? Леонид Автостоп. Фраерам, кентам и лохам Леонид Петрович, а для братков Ленька. Ленька Автостоп. Будем знакомы. Мое имя Мария. Имя какими? Ты не поверишь, но я слыхал и похуже. Может еще вопросик тогда? Расскажи об этом месте. Внушительно такая малина, а? Пару лет назад ее облюбовали. Поначалу ссыкотно прям было, что неудержим. Коль кто с предъявой заявится, сама понимаешь, коль не дурочка. У других пацанов в пустошах хазы такие, будто и войны не было. Кто на даче обосновался, кто сарай кинут и крепил. А у нас завод. Ёптыть. Завод солидного и местечка. Тут и сдохнуть не западло. А производство наладить в голову не приходило? Да ты фантазерка-девка. Как же ты эту развалюху наладишь? Впрочем, черт знает, может спросить об этом у кого-нибудь по головасте. Я в производстве не шарю, мало ли. Что с тобой? Бандит усмехается и тут же кривится от боли. А сама типа слепая? На перо меня посадили. Смешно сказать кто? Паненок лет 15. Нам с месяца назад сорока на хвосте принесла новость, мол, в сторону отрадного какая-то совсем мутная бригада движется. Стервятники, понимаешь, беспредельщики, конченый народ. Такие, которые от встречных деревень пепелище оставляют и коли с головами местных жителей на остриях. Нам такая перспектива для отрадного невыгодной показалась. Все ж, кормимся из него. Ну и вышли, значит, с упредительным ударом. Нычку ворощицы оборудовали, дождались наших гастролеров, пока мимо поедут на повозках своих. Открыли огонь, чуть не половину положили, прежде чем они очухались. А другая половина, ну ептать, беспредельщики. Нет, чтобы запаниковать, разбежаться, они на нас в рукопашку двинулись. Все с ножами, с дубинками, с колями. Мало у кого, даже самопал под рукой был. Совсем дикие. Хоть мы их в итоге и положили всех, тактика это нас за яички самую малость пощупала. Неожиданность ведь, когда на тебя в перестрелке какие-то чумазы и с ножами бежать начинают. У меня патроны вышли, помню. Полез за сменным рожком, тут меня какой-то бешеный малец и приласкал между самых ребрышек. Я ему череп прикладом разворотил секундой позже, не скрою. Но ущерб уже был, скажем так, нанесен. И теперь подыхаю я. Эх, не бросили пацаны, рану промыли, заштопали, перевязали как могли. Но это все не дело, понимаешь? Не жилец я уже. Тут настоящий доктор нужен, довоенный. Вроде того, что в деревне нашей обтекается. Микоян, его фамилия, по-моему. Да только разве ж он придет, а силой приволочь так еще и привежет раньше срока. Он мужик принципиальный. Нашего брата лютой ненавистью ненавидит. Я могла бы потолковать с доктором Микояном. Ваш собеседник смотрит ваши глаза с недоверием. Ты это серьезно, подруга? Смотри. Без минуты мертвецов разводить резона мало, а уважение и пострадать может. Но если ты серьезно, за мной не станется. Все бабло, все маслята, все забрать сможешь. Ёпта. Да хоть в одних трусах меня оставить сможешь, если только реально помощь приведешь. Ничего не обещаю, но можно попробовать. Раненый бандит кряхтит и с трудом приподнимается на локтях. Будет другом, девка. По гроб буду обязан. Хорошо. Удачи. В общем, ребятки, я думаю, хорошая мыслишка помочь бандюку. Вроде они, ребятки, не совсем уж супер отморозки. Хоть да, не берут, но тем не менее защищают своих кормильцев. Это, в принципе, тоже заслуживает уважения. Не просто. То есть есть такие бандюки, тупо отморозки, которые приходят и забирают. А эти еще и защищают своих. То есть это неплохо, в принципе. Тут у нас ящики все. Ящиков нет никаких залутать. Я бы еще хотел поговорить с Дэном по поводу чувака. Может быть, он согласится отпустить его, а взамен я смогу привезти доктора. Я надеюсь на это, но не уверен, конечно. Я хотел поговорить насчет пленника. О, как интересно. И о чем ты хотела поговорить? Кто он такой? Что здесь делает? Или, может, ты хочешь его выкопить? Точнее, внести за него залог? Можно ли его освободить? Кто он такой сначала? Технарий из деревни Отрадной. Мелкий алкоголик, неудачник, трус, лжец и феноментальный мастер на все руки. В общем, нормальная сбалансированная личность. Что он здесь делает? Несколько моих людей задержали его после того, как он по пьяни проболтался о своих гипотетических богатствах. Наша организация что-то вроде блюстителей порядка в этих землях. Держим монополию на насилие. Сама понимаешь. Но взамен мы требуем платить подати. А это типа явно не платит ничего превышающего норму. Поэтому и сидит сейчас в камере. По обвинению в уклонении от уплаты налогов. Можно ли его освободить? Разумеется, но не бесплатно. Как ни крути, а закон пусть и не писанный, он, возможно, нарушил. Пока ведется следствие, подозреваемый должен находиться под стражей. Если, конечно, какой-нибудь добрый самаритянин или самаритянка не внесет за него залог. Сколько, по-твоему, стоит человеческая свобода? Желательно в валюте. Давайте, скажем, зависит от продавца. В таком случае 500 краснознаменских вантиков и он может гулять. Никакого бартера, никаких выдумок, только чистые деньги на руку. Я попробую сделать упор на бартер. Так не пойдет. Мне от этой транзакции никакой материальной выгоды. Откажусь. Так вы даже копейки за него не получите. Провал. Я, кажется, сказал никакого бартера. Торг мне здесь не нужен. Можешь заплатить 500 плоти. Не можешь? Ну, значит, не судьба. Убеждать меня в обратном не стоит. Я подумаю еще. Кивнуть и уйти. А у меня есть вообще столько денег? 500. У меня 485. Блин, 500. Зря я, конечно, спросил. Ну, да ладно. Возможно, если бы сказал там 300, то он бы согласился. Ладно. Как сделали, так сделали. Погнали дальше. В общем, выкупить его пока не получилось. Но, ребятки, я хочу попробовать вернуться сначала тогда. Раз мы здесь все залутали. Хочу попробовать вернуться в отрадное для начала. И оттуда уже... Во-первых, снова проникнуть в подвал. Потому что я там не закончил кое-какие делишки. Подожди. Стоп, стоп, стоп. Тут у нас что? Есть интересное что-то? Вроде нет. Ладно. Погнали дальше. Вроде интересного нет. Тут у нас обычные остановки. Попробуем вернуться в отрадное. Надеюсь, у нас там по времени никак не ограничено задание. Во-первых, проникнем в подвал. Там нужно проникнуть особым образом. Буду стараться больше пока не останавливаться вот здесь, на глобальной дороге. Вернемся в отрадное. Попробуем убедить. Потому что вот со здоровьем, я думаю, особо не шутят. То есть мужик, который раненый, он может откинуться. И, соответственно, было бы неплохо. Вам на встречу идет торговый караван. Вы желаете остановиться и поторговать? Нет. Я пройду мимо. Я поторгую в деревне. Не хочу сейчас останавливаться ни на чем. Прямиком сначала, ребятки, бежим в сторону медика, наверное. Подождите, а у нас есть вообще очки, которые я смогу использовать? Очки, очки, которые я смогу использовать, это здесь. У меня очков пока нет. То есть надо уровень повышать. Хорошо, двигаемся пока в центр деревни. Забежим сначала, продадим лишнее нашему торговцу. Надеюсь, он не спит в такое ночное время. Если спит, то ну ладно, что. Подождем утра. Нет, он не спит. Хорошо, хочу прицениться. Так, что мы здесь можем продать? В общем, решил я вот так продать. Пока лишние такие по одному. Все, что нужно, по одному оставил. Мало ли, не знаю, вдруг пригодятся. Хорошо, сделка. Готово. Вернемся мы к тебе попозже. Двигаемся теперь к медику. Может быть, получится у нас его убедить. Я сохранение на всякий случай сделал. С озабоченным видом доктор смотрит. Я бы хотела купить. Я бы хотела задать. Доктор, мне нужна ваша помощь. Есть тут один пациент для вас, доктор. Доктор Микоян удивлено смотрит на вас. Это вы о себе, так, в третьем лице девушка? Можно ли спросить, с какой стати? Да не о себе, док. Тут на местном заводе пацан лежит подрезанный. Спасать надо. Доктор Микоян отшатывается от вас. На его лице видно возмущение. Исключено. Абсолютно исключено. Что вы бы мне не сказали, я доктор, а не Лепила. Вы действительно полагаете, что я стану помогать одному из тех, кто сделал жизнь всего этого поселка Адам на земле? Но, ребят, у меня интеллект сильнее всего прокачан. Наверное, давайте попробуем сделать упорный интеллект. Доктор удивленно смотрит на вас. Клянитесь хоть Дионисом. Это вам не поможет. Я доктор, а не древний грек. К чему вы это завели? А ведь это первые слова клятвы Гиппократа. Неудивительно, что вы, доктор, их забыли. Доктор смотрит на вас с ироничной усмешкой, которая вскоре сменяется выражением полной серьезности. Девушка, к вашему сведению, в присяге советского врача подобной строчки никогда не было. А клятвы Гиппократа давно уже никто не пользуется. Впрочем, ладно. Чего уж мне давить на вас интеллектом, когда ваш посыл понятен. И я вижу, что вы правы. Долг врача не всегда заключается в помощи только тем, кто этой помощи достоин. Отправляйтесь в лагерь бандитов. Я двинусь за вами следом. Нужно только собрать саквояж. Отлично! Спасибо, доктор. Я всегда в вас верила. Хорошо. В общем, мы двигаемся сразу, наверное, туда. У нас все есть. У нас голода ничего нет. Все отлично. И попробуем рвануть сразу прямиком снова к бандитам. Надеюсь, у нас получится помочь. Так, во, доктор уже здесь. Прекрасно. Вот стало быть и больной. Ого! Глюк пошел. Это ко мне самый болит, пожаловал? Рубашку приподнимите, гражданин. Это... А уколчик уколите? Всему свое время. Я доктор, а не ваша шестерка. Да шучу я, шучу. Сильное загноение. Тому, кто эту рану зашивал, даже сапоги штопать не доверяйте. Что, все плохо? Закусите вот это, гражданин. Нужно снимать эти швы. Не конючьте, я доктор, а не воспитательница детского сада, чтобы это терпеть. Ой, ай. Этот укол снимет воспаление. О, хорошо. Пора зашивать. Йоу. Блин. Готово. Ну что ж, вы получили 300 очков опыта. Замечательно, ребятки. Давайте пообщаемся с доктором, что он нам скажет. Да, вот чего не ожидал, так это того, что буду самовольно помогать этим сомнительным личностям. Впрочем, люди это люди. Есть плохие, есть хорошие. Даже бандиты не все конченые отморозки. Бывает. Ладно, девушка, не лезьте мне под руку, пожалуйста. Не видите, что я сейчас немного занят. Скоро пойду обратно в деревню, там и поговорим. Здешний континент даже обещал выдать мне конвой. Тогда не буду отвлекать. Отлично. Давайте попробуем пообщаться с больным. Что он нам скажет? Полегчала мне подруга. Реально полегчала. Только от обликок докторских в сон постоянно клонит. Но может даже выкарабкаюсь теперь. Спасибо тебе. И доктору спасибо. Не ждал, не ждал вообще. Да, слушай, о награде твоей. В тумбе погляди у кровати. Я пацанов туда весь свой хабар сложить просил. Все твое, подруга. Хорошо. У кровати тумба. Забираем, значит, все, что есть. Ух ты, игральные кости. 100 денег. Противоядие. Рад О. От радиации, я так понимаю, да? Сопротивление. Двоенный портвейн. Портвейн. Даже не водка. И патроны. Забираем все. Прекрасно. То есть у нас даже ржавый наган будет стрелять. Насколько я понимаю. Надо будет пистолеты немножко прокачать. И давайте попробуем пообщаться еще с этим стариком. Какой подарочек от судьбы на старости лет? Леньку. Другана моего. Доктор из села Золотал. Дыра. О, какая в пусть была. А вылечили. Он мне как сын. Ничего, ничего. Сейчас на ноги встанет и в картишки с ним порубимся. И в китайские шашки. А ты по какому вопросу, подруга? В общем, пока играть мы не можем. Как мы выяснили, мы плохие игроки в азартные игры. Соответственно, будем пока просто действовать по-другому. Ладно, двигаемся, ребятки, по заданию. Двигаюсь вот сюда. Итак, теперь мы двигаемся. Мы двигаемся. Где у нас это местечко? Хутор Девичий ручей. Давайте прямиком сюда. Надеюсь, нас ничего не встретит. То есть, я сохранюсь на всякий случай на этом моменте. Погнали потихонечку. Наверняка мы кого-то встретим по пути. Но с серьезными ребятами мы еще не справимся. Соответственно, надо будет как-то их избежать. Так, двигаемся сюда. Тут у нас кто? Сразу что-то с охранники, с ружьем. Ну, хутор. Охрана хутора, допустим. А где эти ребята-то? Куда подевались? Перед вами стоит паренек лет семнадцати, одетый на сельский манер, в домотканные штаны, майку и пару крепких, но кособоких сапогов. Он смотрит с неуверенностью то на вас, то на огромное неповоротливое ружье, которое он, очевидно, планирует на вас нацелить. Вы кто такая? Сюда нельзя. Это частное жилье. О окрестности как раз изучаю. Решил зайти познакомиться. И что дальше с дороги, мальчик? Ну, давайте так. Юноша опускает ружье с винтов с виноватой улыбкой. А, вон оно что. Интересно. А что у вас за работа такая или просто так ради удовольствия? Я бы лучше такую работу хотел, чем этот частокол сторожить. Вам, наверное, лучше было бы с батей пообщаться. Он тут всем хозяйством заправляет, вы его сразу за оградой найдете. Ну, если понадобится. Паренек постепенно застенчиво шаркает ногой. Очевидно, вы ему приглянулись. Ничего себе. Еще успеется. Для начала пара вопросов героическому охраннику. Раз мы ему понравились. Юноша улыбается вам полным ртом, вполне еще здоровых белоснежных зубов. Его щеки, к вашему удивлению и умилению, начинают розоветь. Да, пожалуйста, что хотите. Расскажи о себе, если не секрет. Вопрос, судя по всему, застает парня врасплох. Он глупо ухмыляется и нервно треплет себя по затылку. Август. Ну, звать меня Август, а вас как? Очень просто, проще некуда. Мое имя Мария. Август радостно улыбается, протягивает вам руку, но тут же смущенно отводит ее в сторону и делает вид, будто просто хотел почесать затылок. Очень приятно, Мария. А ты о себе больше ничего не расскажешь? Мне правда интересно. Смущение на лице Августа становится еще более явным. Видно, он всеми силами пытается придумать что-то такое, что могло бы вас заинтриговать, но у него не выходит. Да, что тут больше-то расскажешь? В старое время меня сельские дети хоть в школу ездили, а у меня и учеба-то вся дома с отцом. Я других людей, по сути, не вижу, потому как вами обрадовался. Скажи, Август, а чего бы ты хотел на самом деле от жизни? Парень, оценивающий, разглядывает вас, словно в попытках уловить неискренность, издевку и не говорит ничего подобного. Честно, я хотел бы прессовать, и не сомейтесь, я же вам открываюсь. Глупо, знаю, но я больше всего на свете хотел бы стать художником. Знаешь, Август, а я тебя понимаю, сама такая. Глаза Августа округляются, он приоткрывает рот и от неожиданности. Правда? Ну, давайте попробуем использовать харизму. Да, мой милый Август, наконец-то я встретил кого-то, кто мог бы разделить со мной эту мечту. На мгновение, стоявший перед вами секунду назад мальчик превращается в мужчину. К вашему всяческому удивлению, Август хватает вас за руку и притягивает к себе. В смысле? Я никогда не чувствовал такой близости ни с кем. Пожалуйста, не уходите, останьтесь со мной хотя бы ненадолго. Я бы тоже хотел остаться, Август, но может быть здесь я какой-то, какой-нибудь более смы... Подожди. Господи, Август, но откуда ты только взял такие мысли? Я о таких вещах и думать не хочу. В смысле? Тебя три... Да ладно. Нет, ребятки, ни в коем случае. У нас Машенька хорошая девочка. Господи, Август. Но откуда ты только взял такие мысли? Я о таких вещах и думать не хочу. Лицо Августа вздрагивает и стягивается в пугающую гримасу, будто парень только что надкусил свежайший из лимонов. Но-но-ой... Парень невольно оглядывается по сторонам, будто бы в поисках аудитории, для которой вы его так жестоко разыграли. Но я... Вы... Да что ж это? Как это? Вы же чуть прям верхом на меня не залезли. А теперь, говорите, и не планировали ничего такого? Как не планировали? Если сами обо мне вызнавать начали. Темы такие подняли. Говорили так ласково. Ну, это же... Это же психологическая война какая-то. Залезли в голову мне. Я должен подумать. Похоже, я его сломала. Пока, Август. В общем, ребятку... Парнишку немножко сильно-сильно зацепили, похоже. Это, видимо, отец. Давайте пообщаемся с отцом. Тут, я так понимаю, есть только домик. Есть мусорный бак. Давайте, наверное, в мусорном баке сразу порыщим. Нам, в принципе, все равно, что нам скажут по поводу этого. Но на нас это никак не повлияет. Давайте пообщаемся с отцом. Вы видите крепкого, рукастого, широкоплечивого мужчину лет сорока. Он одет в длинную, расшитую, вручную рубаху и подпоясанные веревкой домотканные штаны. Давненько не встречавшийся с бритвой лицо мужчина, хмурый, неприветливый, закаленными долгими днями работы. Однако, заметив ваш взгляд, мужчина внезапно грустнеет. Ох, ох. Я очень занят. Послушай, доча, поговори лучше с моей женой. Она в доме должна быть. Ну, если тебе чего нужно. Хуторянин украдкой вытирает слезу. Ладно, тогда не буду мешать. В общем, что-то, видимо, случилось. Это сын, это отец. Где жена? Жена где-то в доме. Хорошо, да. Ой, какая женушка. А это кто? Подожди, может быть, это дочка, а это женушка? Да, наверное, так. Здесь склад какой-то. Давайте поговорим с женой. Что она нам скажет? Мы тут ходим такие прям не с кинжалом, а с заточкой. Перед вами стоит крепко сложная, высокая женщина средних лет. Обветренное лицо с круглыми чертами, загрубевшее кожу рук, даже выделяющаяся необычно широкой поступью походка женщины, говорят о годах тяжелой домашней работы. Наблюдение подтверждает взгляд женщины необычно усталой, утомленной и в какой-то мере скорбной. Тем не менее, одетый на женщину опрятный, пусть местами иштопанный сарафан и повязанный на нее голову домотканый шерстяной платок, говорит о том, что она все еще не сдалась, не опустилась на дно под гнетом труда. Подойдя ближе, вы отмечаете также, что невзирая на грубые черты, хозяйка подворья по всему также симпатична, а в свои лучшие годы, возможно, и вовсе обладала настоящей народной красотой. Завидев вас, она приветливо улыбается, улыбка, впрочем, не доходит до ее глаз. Какими судьбами на наш двор, дочка? В наших краях и искать-то нечего, и тракты все вон как далеко. Неужели заблудилась? Не томи, рассказывай. А да нет, что вы, просто дело есть одно неподалеку, но места ее правда пустые, потому к вам и заглянула, посмотреть, как тут живется. Женщина, очевидно, воспринимает ваши слова с искренним беспокойством за вашу безопасность. Ой ты боженький, дело, говорит. Да какое же это дело такое, что жизнью своей рисковать готово? Посмотри на себя, ну кукла же, настоящая куколка, и совсем одна бродишь по таким краям, господи, вот прямо сердце за тебя разболелось. Да я бы даже со своим мужиком бы вот так вот просто скитаться бы побоялась. Хоть у меня и такой, такой вот, как сынули мой однажды выдал, что коня на скаку остановят. Хорошим тумаком промеж глаз. Да даже с такой горой вдвоем в здешних местах беспокойно же, ну беспокойно. Нехорошие тут места встречаются, ну вот секрец, совсем нехорошие. И волки случаются, и медведи, и даже совсем жуткие вражины, мутанты, слышишь ты меня? А еще иногда даже подон какой с большого тракта забредет, а то и несколько. Разбойники, головорезы, варьё. Страшно, доченька. Да не переживай, я в этом деле уже опытный, ответь лучше на пару вопросов. Женщина вздыхает и вопросительно смотрит на вас. Спрашивай, дочка, чем смогу, помогу, но ты учти, пожалуйста, что многого я не знаю. Все, что тут за забор, и выйти-то страшно. Да и не приходится. Откуда временно такие прогулки брать? Не то, что до города, да хоть даже до соседнего леса. Хозяйство всего времени просит, всех страданий. Не подумай только, что гоню я тебя, мужик у меня каменный, как сама видишь. Так-то добрый, знаю, что любит, да тут такое, ну в общем, не до разговоров ему. Сынишка тоже молчит, хочет через черт серьезным казаться. Ну, как и все парни в его годы, прямо сердце болит за него. Как бы из дома уходить не надумал, собственной судьбы по миру искать. Это я уж точно не переживу. Вот и болтаем дни напролет только с младшенькой моей. Хозяюшка подрастает. Эх, тяжело это все. Так тяжело, что... Но чего это я трещу все? Ты спрашивай, спрашивай, смело, дочка. Есть пара сугубо личных вопросов. Ну, либо второй вариант, неподобный лишнего, но я ищу группу людей. По идее, я думаю, в любом случае получится нам задать вопрос про группу людей. Давайте попробуем спросить про личные вопросы. Женщина грустно усмехается. Что? Может узнать, хочешь, как это я, простушка, такого богатыря великорусского приворожила? А никакого секрета здесь нету, дочка. Ничуть никакого. Да и вообще. Только вон глянь туда. Женщина тянет руку вверх, словно желая указать на что-то, находящееся за окружающим участок чистоколом. Холм, видишь, молодым ельником покрытый? Там чуть не верст от нас водокачка старая, вся ржавая стоит. Для нужд лесника выкопано было и поди. До того, как здесь этот ручеек течь начал. Какого лесника? До того, который раньше хьебарку эту занимал. На основе которой, милый мой, все наши хоромы отстроил. Вот возьми ты коромысла, нацепи два ведра, поднимись туда и давай воду качай. А когда надоест, возвращайся назад, да еще и не расплескав ничего. И не стать отдыхать после такого дела, начинай. А посуду мыть, суп варить, мелкую стирку тоже можешь устроить. Вот как научишься такому делу, так и мужика себе такого же, как мой, отыщешь. Только так, не думай. Раньше и то за одни красивые глаза замуж не брали. Так только поиграться, поматросить, как в порту говорят. А сейчас и подавно. Сейчас трудовитой надо быть. Да-да. Вот такое слово. Хорошие же, да? Трудовитые. Это я сама такое придумала, да? Женщина несколько секунд смотрит сквозь вас, будто бы пытаясь опомниться. После этого она вздрагивает. Мамочки мои, ты же ведь у меня спросить что-то хотела. У меня вот взяло и понесло. Говори, дочка, слушаю тебя внимательно. А я только хотел спросить, как мне к тебе обращаться. Теплая улыбка проскальзывает на лице женщины, а она кивает вам. Феклая. Старинное такое имя, правда? А если еще постариннее хочешь, так вот тебе еще и отчество. Ивановна, я по батюшке. Но ты меня лучше так не зови, дочка. Я же не учительница в школе, чтобы такого уважения к себе требовать. И не старушка. Может просто феклой звать. Правда-правда, не обижусь. А как мне лучше к тебе обращаться? Мария. Приятно познакомиться. Какое интересное у тебя имя, Мария? Я бы даже сказала редкое, если не сказать звучное. Будем знаком. Может, давай я еще чего спрошу? Женщина выглядит так, будто хочет зайтись в еще одной не слишком связной тираде, но решительно подавляет в себе это желание. Говори, дочка, слушай тебя внимательно. Чем ты тут занимаешься, кроме самого очевидного? Хозяйка земного надела приподнимает левую бровь и добродушно усмехается. Ну ты скажешь тоже, дочка, глянь, какие дела творятся. Тут же ведь, что называется, и очевидно это не очевидно. Конечно, конечно, большая часть времени у меня стирка, готовка, огород. Только стирать без счетчика Гейгера не отправляюсь больше с тех пор, как август у камушка гранитного, об которой я его порты старые терла, высокий радиационный фон обнаружила. А огород, разве же это очевидно? Очевидно это, когда медведка под корешки подроет или тля на листву наседает. Когда ты тянешь морковку из грядки, только чтобы поднять, что кто-то из-под земли ее тоже тянет в ответ. Это уже очевидно невероятное. Только вот готовка не особо поменялась. У меня даже баночки со специями стоят, металлические такие. Соль, перчинка, пару горсток, горчины, семя, укроп, петрушка, сушим бывает, чтобы зимой для вкуса и гуляш посыпать. Живем, а помимо этого всего, ну не знаю. Сейчас поменьше дел стало, с тех пор, как все это устроили и более-менее укрепили. Были времена, когда я забор возводить помогала. Возводить помогала. Даже бревна эти самые, из которых домишко наш сложен, тесала. С августом на пару, а он еще маленький был, проволоки медные в лесу выкапывали. Сейчас уже тише, даже скотиной, считай, не занимаюсь. Младшенькая моя животных очень любит. Иногда кажется, что аж больше матери родной их любит и жалеет. И та же самая история с моей... Лицо женщины неожиданно сереет. Да, вот такая вот история, такая вот жизнь. Что, дочка разочаровывает? Расскажи подробнее. Женщина хмурится, глядя на вас. Не твое дело, дочка. Я, конечно, языком почесать никогда не против, особенно с другой женщиной. Но семью свою обговаривать не стану. С тобой уж точно. Да и не с кем. Эту какую совесть надо иметь, чтобы родной кровиночки косточки перемывать. Да и тебе стыдно должно быть такого ожидать от матери семейства. От хранительницы очага, что называется. Может, там, откуда ты родом, порядки другие? Так для меня вот не секрет, что с тех пор, как бомбы упали, мир с ума свихнулся потихоньку. Только меня давай-ка в этом сумасшествии не втягивай. Хотела говорить со мной, давай продолжим говорить. Но только не лезь куда не следует. Ладно, ладно, я поняла. Женщина выглядит так, будто хочет зайти в еще одной не слишком связной тираде. Но решительно подавляет себе это желание. Что ты можешь мне про эту местность рассказать? Женщина хлопает в ладоши. Ох, дочка, дочка. Да тут же живая история. Правда, очень интересное место. Хоть и неспокойное, вон уже сколько времени. Мы с муженьком моим думаешь всегда вот так вот. Дикарями посреди непонятно какой глуши жили. Вот и нет, сельские мы из поселка городского типа. Он у меня механизатором был. Я в принципе тем же самым занималась, чем сейчас. Минус всей творимой тантой и радиации. Первенец уже в планах был. Даже ими подобрали заранее. Август. Красиво, правда? Август, да. А тут? Тут грохнуло, понимаешь ли. Пошел огонь с неба, как в судный день какой. Костя ни дня не ждал, когда радио пропало, когда весточки из городов приходить перестали. Собрал все наши запасы, вещи по котомкам, зерно по бутылкам, клюку походную в одну руку, меня под вторую и двинули. Двинули через заброшенные колхозные земли, через запустение, через всю панику. Прямо вот сюда, в это самое местечко. Тут Костин отец мужика знал, который лесником в колхозе неподалеку числился. За деревьями смотрел, за зверем, охоту разрешал да запрещал. Вместе с егерем Петровичем за бракангерцем окружающим приглядывал. Домик у него, конечно, был, прямо скажем, не под семью. Крыльцо, одна комнатка под хлипкой крышей и кухонька за куток. Но Костя решил, что прийти и к нему жить проситься. Это самое верное решение перед тем, как более населенные места, вроде нашего же села, облако отравы накроют. А паника с бандитизмом в клочья всех оставшихся разорвут. Такое у него было мнение. Только когда мы до сюда добрались, тут уже никого не было. Видать ли, с них совсем другими мыслями жил. И как прознал про войну, про катастрофу, наоборот, к людям двинул. А может, к своим в город попробовал перебраться. А может, звери его или браконьеры достали еще до бомбежки. Кто знает, факт только такой, что избушка по причине отсутствия настоящего владельца в наши руки перешла. И вот. Да, мне даже интересно, к чему это все должно привести. Продолжай, пожалуйста. Сколько уже прошло? Не знаю, на пальцах не сочтешь. Не важно. Короче говоря, сколько лет с того дня прошло, столько мы это место укрепляли. Отстраивали, расширяли подрастущее семейство, что называется. В итоге остались с тем, что видишь. И знаешь, хорошо. Может потому, что другую жизнь уже не помню. А может потому, что и правда хорошо, воздух свежий. Радиация редко докучает. Звери в основном нормальные. Хоть и мутантов в последнее время много. Хоть и грибы. Сама знаешь, что. Делают. Спать мешают. Кричат. Хорошо тут. Вот просто три слога тебе. Ха-ра-шо. Все хорошо. Погоди, погоди. Грибы. Чего? Женщина напрягается всем телом. Цепенеет на пределе мышечного напряжения. И смотрит на вас выразительным, но все же непонятным взглядом. Будда пытается передать вам какое-то излишне сложное для пантомимы сообщение одними только глазами и силой мысли. После десяти секунд такого необычного поведения хозяйка двора почти весело цокает языком и снова принимает непринужденную позу. Так что ты еще там узнать хотела, доча? Рассказывай, у меня времени предостаточно. Хм, ну говорили мы о жизни тут. Давай еще немного на эту тему. Женщина выглядит так, будто хочет зайти... Это мы читали. Может слух какой знаешь или забавную историю. Женщина пожимает плечами. Ох, дочка, молодая ты. Хочешь все знать, все повидать. А мне тебе нечего предложить. А слухи досюда не доходят. И слава богу, что не доходят. С одной стороны, а с другой жалко. По мне этого, может, и не видно, но я всегда взболтнуть любила. Почесать языком, потрепаться с кем попало. Да, о чем угодно. Так скучно без этого становится. Август, сынок мой, молчон. Костя и мужем лучше самой промолчать. Очень уж он угрюмый в последнее время. С маленькой моей только душа порой отдыхает. Да и сма... Бывает ведь жалко старых времен, правда? Хотя, чего я тебя спрашиваю. Ты те годы, если и помнишь, что... Ой, как смутно. А у меня другое дело. Я все помню более-менее хорошо. Хорошо. Недавно, вот, например, вспомнила мода такая в довоенном, в краснознаменном. Там книгами торговали всегда. Да, на западный, на капиталистический манер, с разными акциями, доскидками. Допустим, вот едешь ты что-нибудь интересное у них взять. Например, Жюльверна. Таинственный остров. Или, скажем, 20 тысяч лет под водой. Льё... Не лет. Ну, так вот. Пожалуйста, 2 рубля 90 копеек. Но, но если вместе с интересной книгой какую-нибудь просветительную бумажку возьмешь, скажем, по научному безбожничеству или по сочинениям Марка Ленина, то сразу цена до полутора рубликов падает. Даром, понимаешь? Да не просто даром, я ещё и приплачивали тебе, считай. Лишь бы партийную литературу брала. Я помню, брезговала. Все эти Щербаковы и Крупские до того сухо писали и не брала. А сейчас так жалко, знаешь. Лишняя бумажка она ведь и в растопке, и вместе отхожим. Да даже и по прямому назначению и для прочтения со скуки годится. Уходит от нас бумага, дочка, и скорее всего вернётся, ой, не скоро. Это ведь целый процесс бумагу приготовить. И если все цеха целелозно-бумажные в бомбёжках тех тарадавних погибли, что тогда? На коре писать или на коже овечьей? Таким даже капитан Нема не занимался. А он ещё раньше самого Жюли Верны на свете жил. Да, интересный слух. Может, давай ещё чё спрошу? Не подумай лишнего, но я ищу группу парней. На первый взгляд, ничего не меняется в поведении вашей собеседницы. Но вскоре вы замечаете, что реакция на вашу фразу всё же произошла. Руки женщины, до этого непоколебимые, как и вся её могучая фигура, начинают мелко дрожать. Заметив, что вы обратили на это внимание, женщина быстро прячет свои ладони под фартук. У нас? У нас тут никого такого не было. Вам сложно не заметить неожиданную для вашей собеседницы немногословность. Что-то очевидно не так. Погоди, мать, я же даже не сказал ещё кого и зачем ещё. Женщина отмахивается от вас. Ладно, говорить-то ты всегда можешь, дочка, а я послушать только рада. Другое дело, что не ходит здесь никто. Или, может, ты про самогонщика Петровича. Но он только если за отрубем для своего перегонного куба заглядывает. И группой мужиков его точно не назовёшь. Ребята, которых я ищу, не местные. Три брата, которые шли сюда от старого завода. Женщину вздрагивает при упоминании трёх лиходеев, за которыми вас послали. Хороший люд с этого завода проклятого не выйдет. У нас много таких шляется, уродов. Но больше у трактов, на дорогах краснознамённой. А здесь, что им здесь делать? Не видели мы никого. Послушай, по своей воле я бы их и не разыскивала. Уж поверь. Но мне поручили. Внезапно женщина топает ногой. Она выглядит крайне рассерженной, но всё в её глазах застыли слёзы. Я всё сказал. Я тебе уже всё сказал. Ничего не знаю. Ничего не видела. Ничего. Ты ведёшь себя как ребёнок. Можешь успокоиться. Успокоиться? Успокоиться, да? Женщина кричит вам в лицо, не замечая разлетающие во все стороны капельки слюны. Её глаза чуть ли не выходят из орбит. Она создаёт впечатление человека, разрушенного изнутри чудовищным горем и несовместимой жизнью несправедливостью. Ты бы только знала, что случилось. Ты бы не бросалась меня такими словечками. Ты бы поняла, что после того, что сделали со мной твои дружки, мне уже никогда по-настоящему не успокоиться. Никогда не вернуться в те времена, когда я ещё могла надеяться, что эта жизнь не отнимет у меня никого из тех, кто мне дурак. Погоди. А теперь расскажи всё толком. Женщина долго смотрит на вас и, наконец, закрывает лицо руками. Её плечи сотрясают рыдание, её пышная грудь ходит вверх-вниз, пока мокрые от слёз губы отчаянно хватают воздух. Подонки. Подонки поганые. Ублюдки. Господи, это сделали. Кулаки женщины сжимаются. Вы чувствуете в ней непритворную ярость. Перед вами мелькают книжные образы матерей из животного мира. Львиец, тигриц, отчаянных слоних. Такое впечатление, что эта женщина готова была бы разорвать на мелкие куски тех, о ком пытается вам рассказать. И никакая сила в этом мире не смогла бы её остановить. Эти три брата по дороге в Краснознамённый на ночлег попросились. Думать надо было. Думать нам всем надо было. Господи, думать. Машенька. Ведь как раз в тот вечер пропала. А мы, а мы рукой на нашу доченьку махнули. Думали, опять у Петровича остановилась. У самогонщика. Знакомца нашего и соседа единственного. Боже ты мой, а что на самом деле случилось? Ты бы знала. Я бы никогда здесь после такого одна не ходила. Молча слушать дальше. Женщина закрывает глаза рукой и издаёт протяжённый громкий всхлип. Она явно не слышит ничего вокруг, просто говорит, выговаривается. Они же мою деточку ранее тем днём в лесу поймали, ограбили и убили. И может ещё что сделали, за такими тварями не станется. Может и нет. Даже думать о таком не хочу. Убили мою старшеньку. Моя радость. Самую мою любимую. Господи ты боже мой. И после того наглости им ещё хватило сюда прийти. Ночлега на нашей земле просить. Я ещё на Костика своего серчала, что гостей в сарай переночевать не пустил. Вынудил в палатке ночь коротать. Супчику им котелок принести хотела. Подошла спросить будут или нет. А они мне, а они мне кулончик купить предлагают. Интересный такой, говорят. У торговца на своём пути в краснознамённой выменили. За гостеприимство по дешёвке уступят. Хозяйка двора звонко ударяет себе по бокам в бессильной ярости. А это Машенькин кулончик был. Ты понимаешь, они с её тела сняли, с мёртвой. И мне её матери продать попытались. Ничего не сказала. Сама не знаю, как сдержалась. Сама не понимаю, как не накинулась на них. Может и стоило бы. Меня бы они тоже, наверное, убили бы, прежде чем Костик бы смог вмешаться. А может так и лучше бы мне было, спокойнее, без этого вечного горя, без этой вины. Но сдержалась. Костику подошла, прошептала, хоть губы и не слушались, что Машенькулончик у них. Что видно, сделали с ней они что-то. Что видно, потому и пропало. Да он уже и не слушал. Костя всё понял, всё разом понял. Сказал мне коротко. Детей запереть, на двор не соваться. Я послушалась. Ноги уже не держались почти. На коленях тот час у двери стояло. На вопросы от деток своих ответить даже не в силах было. Когда вышли наконец-то наружу, всё уже кончено было. Костя со всеми тремя разобрался. Как не спрашиваю, потому что не знаю я. Наказал следующие три дня в свинарник не заходить. А в пыли у палатки их кровь видала подлую. Только уже наутро её ветер с песком смешал и разнёс. Доченька моя, господи, как же больно. Выговорилась вроде. А почему же только больнее? Молча опустить голову в знак уважения. Женщина несколько раз звонко всхлипивает и утирает раскрасневшиеся опухшие глаза подолом своего сарафана. Гнев и боль, с которым она только что вела свой тоскливый рассказ, уходят на второй план. Эта нечастная женщина снова меняется. Да, видно ошиблась я в тебе всё-таки. Или просто кажется так. Спасибо тебе, милая. Спасибо тебе. Никакие добрые слова. Никакое соболезнование. Конечно, ребёночка моего не вернут. И что на душе легче стало, хоть на грамм, врать не стану. Но приятно, знаешь, приятно, что ещё такие добрые люди на свете есть. Такие хорошие, неочервевшие ещё девушки, как ты. Вы бы точно с Машенькой моей подружками стали. Вот прямо вижу вас. Вижу вас вдвоём. Она же у меня... Женщина улыбается с глубокой грустью в глазах. Она же у меня тоже. Лягушка-путешественница была. То по грибы, то по ягоды. Лишь бы за забор дёрнуть. А там, только гляди, как пятки сверкают. Машутка моя. Поверить не могу, что меня отправили искать таких мразей. Никто теперь их добрым словом не припомнит. Даже бандиты. Правильно. Ничего их вообще вспоминать, я считаю. Женщина смотрит на вас с некоторым любопытством. Кстати, а почему ты их искала? Что же этого общего может быть у такой, как ты, и таких, как эти? Недочеловеки эти поганые. Меня наняли. Просто бизнес. Тёплых чувств к ним у меня не найдёшь. Женщина горько усмехается и смотрит в землю. Ну, ну, хоть, хоть без чувств. И на том спасибо. Хоть не симпатизируешь мразям. Да. Хоть за это тебе спасибо. Уже довольно благодушно. Для этого проклятого мира. Для этого проклятого времени, в котором у тебя кровинку родную из гнёздышка родового вырвут. Осквернят, изрежут и бросят на бережку. Машенька моя, Машенька. Я тебя, как куколку, после их грязных ножей обратно зашила. Машуля. В могилке как живая лежала. Господи. Ну, за что же нам такое? Молча уйти и кивнуть. Жесть, ребята. Такую историю мы с вами узнали. Ладно. У нас новый уровень. Давайте попробуем поднять. Я всё-таки, наверное, буду делать упор на общение сейчас. Мне общение крайне важно. 27 очков. В общем, всё. Пустил на общение. Наша Машенька снова голодная. К сожалению, наша тёзка погибла. То есть, дочка этой фёклы, к сожалению, погибла. Очень жаль. Но деваться некуда. Такова жизнь в пустошах. Больше я её тревожить не буду. Хотел бы, конечно, поговорить ещё с её маленькой дочкой. И, может быть, попробовать поговорить с мужем. Может быть, скажет, где что. Или всё-таки просто свиньям скормили. Кто его знает. Потому что свиньи, они едят человече, но они едят всё. Они едят мясо, они едят даже... Вот здесь, кстати, наверное, можно воду набрать. Хотя нет. Да, жалко, конечно. Очень жалко. Давайте попробуем с дочкой пообщаться, что скажет. Дочка, кстати, тоже уже подросток. Вы видите молодую и миловидную девушку, одетую в простое. Ситцевое платье и кардиган из грубой бережной шерсти. Коротковолосая, голубоглазая, худая, по своему изящному девушка ничем не напоминает своих крепких, коренастых, привыкших к физическому труду родителей. Которых вы успели разглядеть, пройдя через укреплённые подворья. Девушка застенчиво улыбается вам и тут же опускает глаза. Похоже, этой юной особи не слишком часто приходится иметь дела с представителями большого внешнего мира. Здравствуйте, вы, наверное, обознались. Вам к папе или, может, к маме? Или по делу какому? Я думал точно так же, но я была сражена твоей красотой. Блин, мы чё, сейчас со всеми будем таким образом общаться, но давайте попробуем. Давайте скажем, само собой, но познакомиться-то нужно со всеми. В бездонных голубых глазах вашей собеседницы мелькает задорная искорка. Похоже, она ждала, что вы скажете именно что-то подобное. У вас возникает ощущение, что живой интерес к человеку, видевшему мир за пределами четырёх стен поселения, противоборствует в девушке с природным смущением. А чего это со мной знакомиться? Я разве такая интересная? Это и хочу проверить. Можно задать пару вопросов? Девушка звонко хихикает. Похоже, что если вы поставили её в неловкое положение своими предыдущими действиями, этот эффект уже минул. Пожалуйста, хоть папа с мамой и говорят, что все путники суть бандиты. У меня есть парочка вопросов. Улыбка девушке чуть блескнет, вы начинаете казаться, что она сама хотела расспросить вас об окружающем мире, а не стать объектом допроса. Впрочем, и худой разговор лучше доброго одиночества. Но давайте, что вам так интересно. Чем занимаешься свои дни здесь? Девушка улыбается, хотя улыбка и не затрагивает её тусклого, невесёлого взгляда. Я больше со зверятами. Курочек люблю, свинушек. Они хоть и не такие предсказуемые, как готовка или огород, вечно что-нибудь новое, да и выкинут. Например, наша главсвинья Евгений недавно захворал, мучился животом, представляете, бедненький. Так жалко стало. По ночам в хлев ходила, когда не спалось, и песенку ему пела. Да по пятаку толстенькому гладила. И что ж, выправился. Уже и гуляет, и кушает, и воду пьёт. Совсем как настоящие свинки и подобает. Не думаю, правда, что это моё содействие ему помогло. Сам как-то перестрадал, да и в целом глупый случай какой-то, если подумать. И радость моя глупая. Он ведь всё равно к зиме на мясо пойдёт. Мог бы и не поправляться, да? Да, уж грустно это быть Евгением. Позволь ещё вопрос. Какие навыки от родителей перенила? Девушка упирает руки в бока. Похоже, она испытывает определённую гордость за свои навыки. Да чему я только у папы с мамой не научилась. Недаром эти забавные самогонщики всё дразнят, что жених мой нуждаться ни в чём не будет. Готовлю я хорошо, хоть и не люблю. И никому готовка моя, кроме меня самой, не понутру. Стираю и убираю сносно. А ещё умею стрелять. Да-да, папа обучил. После того, как полгода ещё чуть не каждый день умоляла. Пусть только сунется кто, я его сразу. Девушка передёргивает затвор воображаемого помпового ружья, спускает невидимый курок, ловко перехватывает оружие по центру ствола и сдувает пороховой дымок с выдуманного дула. Молодец, ну давай сменим тему. Боюсь, что мне пора бежать. Пока. В общем, как-то так. Я, ребят, нашёл гроб Маши, старшей сестры. Мы её вот трогать не будем, блин, чисто по-человечески уж очень, блин, история была слишком душераздирающей. Поэтому мы уходим из этой местности. Подняли мы себе общение. Теперь избегать атак будет ещё проще. Кстати, вот сюда, наверное, можно было бы забежать. Да что делать? Вот я не знаю, что с теми братьями случилось. Что и как. Ну давайте вернёмся в заброшенный завод, попробуем сдать задание. Ну что ж, мы добрались до Дениса и давайте попробуем с ним пообщаться, что нам он на это скажет. Перед вами стоит высокий мужчина в пыльном костюме и с кожаной кобурой на поясе. Это местный главарь. Он бросает на вас быстрый взгляд и щёлкает пальцами. А, Мария, с чем пожаловала? Я пришла отрапортовать. Ну срассказывай. Я выяснила, что приключилось с тремя братьями. Криминальный авторитет без лишних эмоций пожимает плечами. Хорошо, докладывай. Те трое убили старшую дочку хуторян, за что и поплатились. Отец семейства перебил их всех. Дэн заметно мрачнеет, он сжимает и разжимает кулаки и, наконец, поднимает на вас взгляд. Мда, это я, конечно, не доглядел. Ну ладно, тогда ответь ещё вот на что. Знает ли хуторяне, кто послал тех трёх идиотов? Ребятки, я попробовал ответить «да, знают», и тогда он отправляет тех хуторян убить нам. Это делать никак нельзя, поэтому я перезагрузился. Вот там уже задание было выполнено. Поэтому в этот раз попробую ответить «нет, не знают» и посмотрим, что будет. Дэн долго смотрит вам в глаза и, наконец, сомнением кивает. «Ну хорошо, я поверю тебе». Хоть это очень серьёзный вопрос, который мог бы стоить им жизни. Скажу, что тогда им крупно повезло. Что дальше? Не торопи меня. Так, погоди немного. Дэн жёстко приказывает вам немного помолчать. Он быстро записывает что-то в свой блокнот и, наконец, снова обращает на вас внимание. «Слушай сюда, ты выполнила поставленную задачу и выполнила неплохо. Я ценю подобное в людях. Для начала вот твоя доля. Держи». Главарь достаёт из-за пазухи пиджака пачку купюр. Тут 700 рублей. Очень хорошие деньги. В общем, хоть у нас, ребятки, и прокачанное общение и бартер до 70 с чем-то, тут до 50. Общение не сработало. Бартер у нас в прошлый раз также не сработал, поэтому просто берём пачку. Денег. Вы берёте 700 рублей и, быстро перечитав их, киваете начальнику заводских. Денис Денисович. К моменту, когда вы договариваете сразу, лидер бандитов уже не слушает вас. Он перелистывает свой блокнот. Очевидно, что в поисках некой нужной заметки. Наконец, он кивает сам себе и засовывает блокнот обратно за пазуху. Ну что же, ладно. Это история в прошлом, как минимум на данный момент. Сейчас от тебя требуется немного другое дельце. Думаю, будешь рада узнать, что в нём мест для промаха уже не так много, как в предыдущем. Что называется, хоть собаку посылай. Но с каким-никаким человеком всё же процесс пойдёт значительно быстрее. В паре слов нужно, чтобы ты разведала одну местность, про которую в последнее время болтают все, кому не лень. А толковой информации ни у кого нет. Так называемый грохочущий лес. Он же трясучий. Он же гудящий. И таких погонял у него ещё пруд пруди. Карту свою давай сюда, я тебе примерно помечу. А дальше ножками-ножками доберёшься. Походи, погуляй с местными, поговори, если будут таковые. Узнай мне, от чего грохочущий лес грохочет. И готово. Всё понятно? Дэн берёт вашу карту и, не глядя, помечает на ней необходимую локацию. А какие самые популярные теории о том, почему он грохочет? Подземная железная дорога, тайный бункер, компартии, мутанты, магия, что угодно. Я больше склоняюсь к обычным колебаниям земной поверхности, но полной уверенности нет. Почему вас интересует этот лес? Есть ли правы те, кто считает, что там есть какой-то тайный бункер, лаборатория или же железная дорога, то я хотел бы получить полный контроль над этим местом. Логично же? Ну что же, пойду выполнять задание. Ну что ж, ребят, мы, в принципе, выполнили задание. У нас получилось разобраться со вторым нашим заданием. И теперь у нас третье задание. У нас, блин, получилось очень драматичное сегодня серия немного. Ну, то есть было достаточно печально слышать такие истории от хуторян. И я сейчас хочу в паузе немножко прогуляться здесь по местностям бандитов. Найти все-таки того мужика, который меня должен научить изготавливать самодельную броню. И потом посмотрим, что будем делать дальше. Что-то не нашел я, ребят, мужичка, который мне должен был показать, как броньку делать. Не знаю, ребят, подскажите в комментах, если кто знает, где этот мужик сидит или как он выглядит. В общем, что я подумал. У меня же теперь есть деньги, чтобы выкупить, по идее, мужика-то из отрадного. Давайте попробуем выкупить и направимся уже непосредственно туда. И после этого попробуем там еще кое-какие вещи сделать. Я бы хотел поговорить насчет пленника. Можно ли его освободить? Вот деньги, пожалуйста, отдать деньги 500 рублей. Вы передаете главарю деньги, и он периодически слюнявый палец быстро пересчитывает их. Наконец, он удовлетворенно кивает и прячет пачку купюр за пазуху. Достав из кармана пиджака небольшой блокнот, он записывает в него что-то отгрызком карандаша. Вырывает листок и протягивает его вам. Вот, покажи эту бумажку с шакой, и он развяжет пленного. Приятно иметь с вами дело. Дэн смотрит на вас с легким раздражением. Ладно, мне пора. В общем, Дэн уже, походу, нам не доверяет. Ну, да нам все равно, нам в любом случае этого мужика спасать надо. Может быть, мы с этого еще что-то и поимеем. И в будущем надо будет, наверное, доложить все-таки Ковалеву. У нас же основное задание это внедриться в банду и Ковалеву докладывать обо всем. Потому что, ну, зачем? Раз они действительно хотели даже убить на хуторе всех жителей, это не хорошие люди на самом деле. Поэтому надо как-то с ними вопрос решать. Я пришла забрать пленника. Шушак удивленно приподнимает брови и складывает руки на груди. Ну, ничего себе. А чем докажешь? А то так любой может валиться. И вот у меня есть записка от Дэна. Шушак берет записку, бросает на вас недоверчивый взгляд и, немного нахмурившись, прочитывает ее содержимое. Он снова смотрит на вас, вертит записку в руках и, наконец, с видным безразличием пожимает плечами. Ну, все вроде верно. Ладно, секундочку. Он расчехляет свой нож и быстро перерезает веревки на руках и ногах пленного. Так, теперь, я так понимаю, мы можем пообщаться с пленом. Мужчина перед вами нервно оглядывается по сторонам. Ух, как оно, спасительница. Как твое самочувствие? Учитывая обстоятельства, еще очень даже неплохое. Помощь, фу-фу-фу, пока не требуется. Давай поговорим о нашей тактике. Можно задать ей несколько... Понимаю, пошли тогда. Давай, но как только мы выйдем с территории завода, я бегом до деревни, там и поговорим. Хорошо. Ну что ж, мы уже в Отрабном, в Харчевне, и давайте пообщаемся с этим мужичком. Здорово, сестра, вижу, что и ты до деревни добралась. Жива, здорово, я вот тоже, как заводы вышли, сразу сюда бросился. Ты извини, что я без прощания свалил, но уже больно меня то место задрало. Это понятно, я не в обиде, если что. Мужчина опускает глаза и потеряет затылок своей широкой ладонью. Слушай, спасибо, что спасла меня. Не знаю, сколько бы я еще протянул в плену этих козлов. Должен сказать, что когда я увидел, как ты входишь в камеру, то решил, что все, кранты мне. А когда ты на курок нажала, ну, думаю, пришли-приехали, да. А ты, наверное, с самого начала знала, что пистолет не заряжен. Конечно, потому и выстрелила. Мужик кивает и выдавливает неуверенный смешок. Ну да, я так и подумал. Да и неважно, спасибо еще раз, что спасла сестра. Без тебя я не стоял бы тут, это самое главное. Да, кстати, я же должен тебя как-то отблагодарить за спасение. Смотри, какое дело, сестренка. Многие думают, что у меня не гроша за пазухой. Что я, мол, пропиваю все. А нет. Ко мне же вся округа со своими починками ходит. Я же практически уникальный мастер по местным меркам. А это значит, что и деньга у меня припрятана. Тут за воротами есть дом заброшенный. Мы там по осени сено иногда храним. Иногда всякий мусор туда носим. А я там свой сейф держу. Вот так тебе стоит поступить. В доме слева от хода выключатель. Нажми его, сразу увидишь под кушеткой, которая там стоит, свет идет. Отодвигай кушетку и спускайся в мой личный погребок. Там и стоит сейф. К полу его приварил. Кодовый замок умудрился поставить. Комар носа не поточит. Вот в этом сейфе я и храню свои сбережения. Код такой. 5880. Вроде не особо сложный. Всего 4 цифры. Содержимые сейфа забирай себе. Не стесняйся. Там не так, чтобы уж очень много, но надеюсь, что тебе пригодится. Главный код сейчас не забыть. Мужчина с чувством хлопает себя кулаком и грудь. Расскажи, как тебя угораздило попасть к бандитам. Ай, да, все мои длинные языки, водка, будь она неладная. Я, кстати, зарекся так много пить теперь. А то черт знает, чем мне в следующий раз подобное вольется. Еще вставят финку в бок какие-нибудь пройдохи. А чего ты такого наговорил? Да ты, небось, уже слышала. Говорил про богатство, про миллионы. Стыдно вспоминать. Да и была бы хорошая причина. Так нет. От дурости. Моча в голову ударила. Тут смотри, какое дело. Через деревню проходил отряд каких-то армейских. Так вышло, что я втихую в парочке из них в собутыльники набился. Ну, выпили раз, выпили два. У солдат начали языки развязываться. Начали они хвалиться, что из атома. Это такая легенда в этих краях. Тайная правительственная организация. Или что-то такое. Я, конечно, им не поверил. Ну вот, а потом рассказали они, что идет их отряд в какой-то довоенный бункер к северу отсюда. Мол, только проверят его, закартографируют, что смогут унести. Унесут и дальше двинут. Тут я и смекнул. Авантюрист хренов. Что после них смогу поживиться. В этих старых бункерах же горы всякой полезной всячины. А где этот бункер? Вы протягиваете собеседнику свою карту, и тот, недолго думая, ставит на ней жирный отпечаток концом указательного пальца. Он довольно улыбается и протягивает вам карту обратно. Держи, с точностью до сантиметра. Ага, а что-нибудь они еще рассказывали, разведчики хреновы? Да, болтуны попались знатные. Хорошо, что хоть под мухой. Так-то, когда из деревни их отряд уходил, даже не посмотрели в мою сторону. А рассказали они еще одну интересную деталь. Какое-то у них в бригаде было, не знаю, как правильнее сказать, недопонимание, что ли. Будто одна часть отряда, а другой что-то скрывала. И мои собутыльники были как раз из тех, кого в планы не посвятили. Получается, что половина из тех армейских что-то знала и к чему-то готовилась. А вторая половина была не в курсе. Но чуяло какой-то подвох. Вроде так. Я тоже не трезвый был, лучше не скажу. Ясненько. Ну, пойду я тогда, пожалуй. В общем, ребятки, оказывается, мы узнали код от сейфа. 5880, как бы не забыть. Побежим сразу туда, наверное. Там мне, кстати, еще сказали кое-какой секрет, фишку по этому бункеру. И попробуем сразу его открыть. Все, ребят, добрался до этого домика. Но тут, ребятки, я попытался. Знаете, мне подсказали в комментах, что если выключить вот тут свет и зайти в подвал, там появится крыса, которую нужно одолеть. Я пробовал, блин, не получается. Даже с двумя заточками. У меня заточка постоянно ломается. Две сделал, и все равно не получается ее одолеть. Здоровья не хватает. Крыса очень сильная. Поэтому давайте пока без выключения света зайдем в подвал. Попробуем посмотреть, что в сейфе. В общем, мне подсказали, что если выключить свет, зайти в подвал, здесь появляется крыса. Если его одолеть, можно найти шпагу. Шпагу отдать этому щелкунчику. И тогда что-то должно произойти. В общем, потом можем разобраться. Но крыса все-таки сильная, и я ее пока одолеть не могу. Давайте попробуем открыть сейф. Так, 5, 8, 8, 0 было, кажется. 5, 8, 8, 0. Вот. Открыли. Вещь-мешок. Это армейский офигенный рюкзак армейский. Деньги. 213. Ну, хорошо. Малакалатура. Кукурузные зерна, кстати, которые можно посадить. Это зерна. Ценное приобретение для любого, кто решит заняться земледелием в пустошах. У нас есть огород, который можно засеять. И довоенная водка. Берем все. Я, конечно... У нас тысячи денег уже. Боже. Денег у нас накапливается. Хорошо. Деньги у нас копятся. Это приятно. В общем, я пока сюда не возвращаюсь. То есть, раз мы раздобыли зерна, давайте уж тогда, ребятки, попробуем засеять. Может быть, получится. Кто знает. У нас огородик был. Выходим отсюда. Кстати, труп пропал, по-моему, того Гришки. Да, да, пропал. Огородик у нас. Огородик был у нас. Да, вот здесь прям. Огородик у нас прям тут. Видимо, это запасы того самого механика. Хорошо. А, вот. Кукурузные зерна. Я их кладу сюда, на этот слот. Меняю. И давайте попробуем засеять. Да ладно. Получилось? Ваш инвентарь был обновлен. И что теперь? Вы уже засеяли поле. Теперь нужно ждать урожая. Ну все, ребятки. Давайте, наверное, на этом моменте закончим. Мы засеяли поле. Выполнили миссию. Спасли механика. Получили. Открыли сейф. В следующей миссии нам придется идти к верещащему этому лесу. И посмотрим, что нас там будет ждать. Если, ребятки, вам эта серия понравилась, не забывайте подписываться. Обязательно пишите свои комментарии. Увидимся в следующей серии. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok